Так, ну что, ребят, всем привет! 4 стратегии инвестирования на медвежьем рынке, и это у нас рекомендация от биржи Binance. Напоминаю, это у нас как раз таки 8-го, кстати, апреля они предупреждали об этом. Ну, самое интересное, что тогда еще не был биткоин ниже 30-ки, но тогда уже рынок становится медвежьим. И из этой статьи, то есть, Binance своеобразный инсайт дал, но даже я тогда не верил, что может настать медвежька, но как бы такие дела. Так вот, что же происходит? Финансовый рынок становится медвежьим, и получается падение достигает, да даже я бы сказал бы не то, что 20, а минимум 50%, а то и минус 90% по многим альтам. Вот, по поводу, сколько длится медвежий рынок месяцы или годы, то есть, сильные просадки на рынке неизбежны, то есть, никто не знает. Оказаться в ловушке медвежьей легко, однако это отличная возможность закупиться по низким ценам. Так вот, лучшая стратегия усоединения стоимости, про которую я также говорю, или DCA, да, то есть, это инвестиции небольшими частями через определенные интервалы времени, ну и на определенных своих ценовых диапазонах, на своих целях, да, то есть, ты себе поставил, я там покупаю по 20, по 15, по 10, и вот так вот части, на части раздробилось закупаешь, но, как бы, люди хотят всей котлетой влететь, я не знаю, по ходу, особенно у кого маленькие депозиты, либо средние, они хотят зайти всей котлетой, естественно, ну, как бы в одной точке и все, и заработать сверхприбыль, они хотят откупить самое одно, да, сквиз даже, который будет, и, соответственно, зафиксировать на хаях. Ну, в большинстве случаев они все делают наоборот, либо, наоборот, им эмоции не дают закупиться, и на жадности они потом залетают на хаях. Вот, ну и, соответственно, говорят, с помощью функции на Binance, типа, есть регулярная покупка, но лучше закупаться самому, естественно, вот, потом, соответственно, узнаете, там, по поводу статьи, стейблкоины, вот, на медвежьем рынке инвестор использует простую стратегию, держит накопление в стейблкоинах, но, опять же-таки, это тоже рискованно отчасти, потому что некоторые стейблы могут скомануть, ну, опять же-таки, тот же тизер хоронят уже сколько там, я не знаю, 10 лет или сколько ему там, 7 лет, то есть, его хоронят, ну, и по итогу он самый живучий. Понятное дело, не надо держать в одном тизе, я говорил, у меня это USDT, BUSD, может быть, чуть-чуть USDC, и то с USDC я все вывел нахер, потому что там непонятки с Coinbase, а Coinbase это, ну, напрямую биржа, которая предоставляет ликвидность стейблу USDC, да, и, соответственно, это у нас, получается, ну, бумажный доллар, все, то есть, и больше нигде я не держу, и, как бы, ну, и смысла не вижу в каких-то стейблах других, дивексифицироваться, потому что, да, и это децентрализирован у нас стейблкоин, который регулятор может нагнуть USDD, ну, понятное дело, алгоритмически, это вообще бред, сивы и кобылы, как USDC рискованно, но остальные я не вижу какого-то смысла, то есть, они либо неликвидные, либо, соответственно, ими никто не пользуется, и они не проверены нихера, вот, поэтому такие дела, ну, и, соответственно, по поводу стейблов понятно, естественно, типа, вот, во время волатильности держат средства на стейблкоинах, получается, дожидаясь коррекции, ну, стейблы, да, я же говорил, минимум 20% надо держать. Дивексификация, да, естественно, это что такое, по-простому распределение рисков, то есть, ну, не держать яйца в одной корзине, то есть, распределять, сеять семена по разным, скажем так, полям, да, и разные, ну, вот, как вы садите, допустим, на огороде, да, у кого есть дача, вот, садите, там, морковку, буряк, там, картошку, там, капусту, вы же садите разные овощи, а не один овощ, понимаете, ну, допустим, у вас, там, картошку, капустянка сажают, и что вы будете делать, или, там, я не знаю, колорадский жук пожают, и что вы будете сидеть, голодать, нет, конечно, вы будете есть остальные овощи, которые у вас есть, то же самое здесь, абсолютно, но люди что-то, ну, как бы, вы же едите, допустим, разную пищу, вы же не едите одно и то же, понимаете, вы же едите разную пищу, чтобы поддерживать, ну, там, иммунитет свой, да, поддерживать, ну, и просто ради разнообразия, ради вкуса, вы же едите разную еду, то же самое здесь, Есть, абсолютно, но люди так не мыслят, понимаете, то есть они думают, я лучше запулю в одну монету, она там дохера вырастет, даст там 50-100 там иксов, как многие надеются, заходят в какой-то высокий риск всей котлеты, биток нахер надо, эфир нахер надо покупать, XRP так вообще скам, вот, и, соответственно, я лучше запулю там в какой-нибудь проект игровой, метавселенную, либо еще что, либо в какой-то шиткоин на PrankXwap, и, соответственно, буду ждать, что я там озолочусь и буду сидеть там миллионером, вот, поэтому, ну, вот это ошибка людей, Поэтому еще одна полезная стратегия, естественно, диверсификация, то есть включение в него разных криптоактивов, невозможно наверняка предсказать конец медвежьего рынка, как и то, какая криптовалюта быстрее остановится, быстрее остальных восстановится в цене и начнется ралли, да, вот это я тоже говорю, ну, и плюс, какая может скамануть в том числе, понимаете, может снизиться объем торгов, да, но при этом уменьшается и общий риск, поэтому, естественно, надо исследовать и изучать каждую криптовалюту самостоятельно, ну, либо можете присоединиться в закрытый клуб, я, как бы, делаю это за вас И, кстати, я напоминаю, на 30% завтра уже повышается цена на закрытый клуб и скидок больше не будет, ни в этом году, ни в следующем, поэтому можете не надеяться По поводу, соответственно, закрытого клуба, то есть есть форма ниже под роликом Google форма, либо, соответственно, можете написать в личку, либо на почту Поэтому стейкинг, да, естественно, еще один способ повысить безопасность, потому что это стейкинг, но стейкинг, надо понимать, лучше делать на кошельках, да, потому что на бирже, ну, если биржа скаманет, а там, если вы хотите снять со стейкинга, то это два дня на вывод минимум, а биржа за это время может там, ну, уже не иметь ликвидности, запретить вот вывод, либо вообще, соответственно, скамануть Поэтому, ну, как бы, на бирже стейкать можно, можно, я тоже периодически стейкаю на том же Binance и на остальных биржах, но, опять же таки, надо брать такой срок небольшой, там, месяц, два, три, там, четыре, ну, то есть, это уже много и есть определенные риски, но стейкать те монеты, которые вам не жалко, если что, потерять, а остальные лучше стейкать, там, на кошельках, понимаете, то есть, на тех же аппаратных, насколько я знаю, там, Ledger, Trezor и Serpal можно тоже стейкать, вот, поэтому такие дела, ну, и, в принципе, это все способы, то есть, чтобы я добавил к этому, да, в принципе, ничего, на самом деле, потому что все базовые принципы, они вот такие, многие думают, есть какие-то хитрые, какие-то, хитро сплетенные схемы, но, на самом деле, все просто, ну, то есть, сложность в простоте, то есть, действительно, это усоединение, это докупаться по своим целям и потом по своим целям также лесенкой фиксировать, вот и все, ну, либо кто хочет, может, там, ловить хаи вместе со мной, да, я даю пиковые отметки, то есть, мы фиксируемся на хаях и можете глянуть пруфы, я также этого все предоставлял, и в телеграм-канале, и в гугл-форме, можете найти там скриншоты, я скидывал, вот, как мы фиксировали на хаях многие монеты, и люди тоже со мной фиксировали, вот, есть отзывы моих учеников, последователей, вот, стейблкоины, вот, естественно, минимум 20% от вашего портфеля оставлять, дивексификация, ну, и можно застейкать свои монеты и холдить минимум на год, вот, такие дела, поэтому, ну, вот, такие стратегии, в принципе, ничего удивительного, и почему я наткнулся на статью Binance, решил записать ролик, ну, потому что, на самом деле, это и все стратегии, по большому счету, то есть, сколько будет длиться медвежка, не знает никто, но готовиться надо всегда минимум на год, вот, оставлять стейблы, копить их, и понимать, что сейчас еще не та фаза, чтобы прям на всю котлету влетать, и еще разочарования никакого нету, ну, и вот, говорят, типа того, что общее размышление, что там по поводу инвестиции в биткоин, как получить более 3 иксов там профита, ну, 3 икса в любом случае, если вы даже купите сейчас, вы их и так получите, потому что 3 икса это всего лишь 45 тысяч, то есть, вы получите даже, я бы сказал бы больше, вы получите даже, может быть, 4, а то и 5 иксов, то есть, если даже с текущих купите, но, опять же таки, не надо сейчас закупаться на всю котлету, опять же таки, вы должны следовать своей стратегии, то есть, я сейчас еще жду, вот, он прогнозировал, что в следующем году цена крипталюты упадет до 15 тысяч, но уже, считай, падали, вот, говорит, график был там, в 20-м году, и типа того, что говорит, типа, Эдвард Сноуден у нас, у него начались позывы купить в BTC, ну, соответственно, знаете, это как позывы в туалет, вот, на том же уровне, потому что, извиняюсь за такую грубую аналогию, но, на самом деле, так и есть, потому что большинство людей сейчас шило в жопе, и они не могут подождать, они не могут вытерпеть, то есть, они думают, все, уже дно, надо закупаться всей котлетой, ребята, на дне никто покупать не хочет, и самое главное, никто не задает вопросы, какую крипталюту купить, все говорят, криптоскам никогда не вырастет, будет еще ниже, все, крипто, все, конец, вот, вот такие настроения должны быть, вы их видите, я нет, вот, и, соответственно, JP Morgan говорит, может упасть до 13 тысяч долларов, ну, да, я слышал прогнозы, там, и CZ Binance говорит, и 12, может быть, и Артур Хейс говорит, там, 10 тысяч и так далее, но, опять же, я жду ниже десятки, чтобы было полное разочарование, то есть, это может быть 9, может 8, может 5, понимаете, вот и все, из всех допущений, типа того, что ФРС может поднять ставку, да, соответственно, могут намекать, что все может оказаться и есть, типа того, что идти на дно, если будет смягчение, смягчение, скорее всего, не будет в 14 декабря, вот, ну, и, соответственно, из-за всех этих, но и допущений, также сложившиеся ситуации, говорят, что от прогноза, типа того, что 20 июня 12 тысяч долларов, мы можем все-таки сходить, поэтому такие дела, ну, как бы, говорят, что по поводу ездить, если он скоманет, ну, и, соответственно, по поводу того, что, вот, белую стрелку на текущий день, американские индексы могут упасть, ну, и, соответственно, работать следует, там, по тренду, типа того, что, ну, опять же-таки, ребят, трейдит сейчас опасно, и крах FTX, естественно, он подразумевает то, что будут дальнейшие скамы, и CZ Binance сказал, что еще не конец, поэтому, ну, явно у него есть какая-то инсайт-инфа, понятное дело, это может быть вброс, и специально, что все пошли, там, на Binance и так далее, второстволит, но, ребят, имейте в виду, что он также говорил, что вот недавно, там, неделю назад, может, что, типа, все одно пройдено, я, типа, потому что, считаю, криптовалюты перспективными, биржа Хобби у нас там говорила, что давайте, все уже, там, по 16 тысяч никто не покупает, надо покупать, поэтому, ребят, если вы будете поддерживаться базовых правилов, и, чтоб я добавил, да, знаете, самое главное, это инвестировать только на свободные бабки, которые ты готов потерять, ни на заемные, ни на кредитные, это базовые аспекты, ни на средства выживания, но многие это правило не соблюдают, 99% людей не соблюдают это правило, либо инвестируют больше, чем они готовы выдержать психологически, они думают, что они готовы выдержать, там, тысячи долларов, сто долларов, десять тысяч, сто тысяч, а потом у них просадка по портфелю минус 50%, минус 70, минус 90, она, медвежка, это вполне возможно, и они ноют, и все, и, соответственно, говорят, ой, а все, криптоскам, я хочу продать минус, понимаете, ну, то есть, опять же, такие эмоции, несоблюдение правил, и так далее, поэтому, естественно, надо их соблюдать, надо следовать правилам, и, если вы будете соблюдать базовые правила, вы будете зарабатывать, и не будете испытывать эмоции, в принципе, потому что, если вы зашли, если вы испытываете эмоции, скорее всего, вы зашли не на свободные бабки, вот и весь ответ. Всем удачи, всем пока, пишите, чтобы вы добавили к этим стратегиям, либо пунктам, ну, соответственно, такое мое мнение, всем удачи, всем пока.